Ольга Николаевна говорит, спрашиваю, спрашиваю, в каком году Николай Первый снизошел с престола? Первый Николай, вот самый первый, до него ни одного не было. Здрасте. Вопрос в силе. Гроб? Ну, можно и гроб. Мне год бы, год. Гроб, ладно, не надо. Николай Первый. Дай Боже памяти, в 1825 году он начал. А когда закончил? Когда начал легко вспомнить, ну, запомнить, там, восстание, так сказать, декабристов произошло, как следствие. Господа, без года мы дальше не пойдем. Математика – это числа. Года измеряются числами. Вот, мне необходимо число. Подсказка. Это произошло в тысяча каком-то году. Поскольку мы сегодня будем заниматься теорией вероятности, то, если, ну, взвесить все факты, то становится понятно, что если он начал в 1825 году, то, скорее всего, в 1800 каком-то и закончил. Вторая подсказка. Санкт-Петербургский государственный университет – два варианта. Либо я тут один, ну, так сказать, вместе с вами, либо за целый год наши доблестные учащиеся так и не выяснили, когда же таки Николай Первый перестал быть Николаем Первым. Вот. Действительно, 1855 год. Спасибо за урок, Павел. Рад вас видеть. Эльвина, спасибо, вы спасли занятие. Мы бы не двинулись дальше. Ну, ладно. Такая была затяжная проверка связи. Может быть, вы настолько далеко, что сигнал шел три минуты. Ну, точнее, полторы минуты туда, полторы обратно. Ну, ладно. Итак, сегодня у нас последнее занятие. Зря вы в чат не пишете. Сегодня последний раз можно написать в чат. Сегодня или в ближайшие дни я запишу еще дополнительное занятие по теории вероятности. Но посмотреть вы его уже будете в записи, и пообщаться нам с вами не получится. Итак, напоследок нашего онлайн-курса речь пойдет о теории вероятности, вообще в принципе о вероятности. Задача, конечно, непосильная. Теория большая, фактов много. Поэтому, ну вот, что уместится в эти два занятия, то и уместится. В конце концов, если вы пойдете в технический вуз, там вы неоднократно столкнетесь. Собственно, есть отдельный курс теории вероятности и почувствуете, насколько это мощный раздел математики. Наша задача понять сегодня, что такое вероятность, затронуть некоторые теоремы теории вероятности. Ну и, собственно, на этом познание пока временно прекратится. Однако я вам рекомендую почитать в том числе какую-нибудь литературу на эту тему, потому что теория вероятности неразрывно связана с теорией игр. И, соответственно, очень много фактов есть вот в этой области. Вот. И так как-то легче, мне кажется, запоминается. Итак, что такое вероятность? Определение, данное не кем-то там, а великим математикам Лапласом, звучит так. Вероятность определяется как отношение двух чисел, умножить на 100%, если надо именно в процентах эту вероятность понимать. Где m, ну, даже начнем с n. Где n число всех событий, а m нужных нам, ну или вам, событий. Отсюда становится понятно сразу, что вероятность не может быть больше единицы. Ну, логично, что если все события, число всех событий знаменателя, то числителе число большее быть не может. Поэтому m меньше либо равно n. Вот такое вот простое определение. Приведем к примеру. Ну, естественно, в теории вероятности один из любимых, в общем, примеров – это бросание монетки. Орел и решка. Ну, и, казалось бы, да, сколько событий может быть? Два. Либо орел, либо решка. Если мы спрашиваем, с какой вероятностью выпадет, ну, допустим, орел, то это одно событие, всего два. Делим одно на другое, получаем одну вторую. Очень важный вопрос. Что, о чем говорит это самое число? Одна вторая. Важно понять и почувствовать, что теория вероятности – это… Об этом, кстати, шли многочисленные споры. Я думаю, мы это на дополнительном занятии затронем. Хотя, в принципе, коротко сформулировать можно и сейчас. Действительно, вот это число – одна вторая. Что именно оно показывает? Вот знаем мы эту вероятность и что нам с ней делать. Если мы бросим монетку вот с этим знанием, что вероятность 50%, то, по идее, на результат вот это знание никоим образом не повлияет, потому что оно будет случайное. Либо орел, либо решка. И контролировать это мы не можем. И вот основной вопрос к теории вероятности возникал он в 19 веке, в начале 19 века. Что, мол, зачем вообще этот раздел математики, если он не дает точного ответа, а математика все-таки точная наука. Но, но, это, кстати, было дополнительно и аргументом за, и аргументом против теории вероятности. А что будет, если мы монетку подкинем, ну, скажем, тысячу раз? Вот такой эксперимент приведем. Рекомендую, кстати, проделать такой эксперимент. Я думаю, результат вас весьма удивит. Такие эксперименты, конечно, ставились с самым разным количеством бросков монетки. И 10 тысяч бросали раз, и 24 тысячи, вот лично мне знакомое число, только самое большое число, которое я слышал от этих попыток, 24 тысячи. И вот что, как бы, с одной стороны, удивительно и здорово. Если, я не помню прям точно-точно результат эксперимента, но, как бы, смысл помню. Когда бросили 10 тысяч раз монетку, то оказалось, что орел выпал 4 987 раз, ну, а, соответственно, решка 5 тысяч 13 раз. То есть, понимаете, вы можете бросить монетку 10 раз, и у вас может выпасть 9 раз орел и 1 раз решка. И тогда вот эта вот вероятность, одна-вторая, она, как бы, вообще, казалось бы, не описывает, что происходит. Но чем больше количество попыток, чем больше количество вот этих вот событий в знаменателе, тем теория вероятности становится более пригодной, скажем так. И действительно, если поделить 5 тысяч 13 на 10 тысяч, мы получим практически одну-вторую. Если поделить 4 987 на 10 тысяч, мы опять получим почти одну-вторую. И вот это вот слово «почти» было одновременно и контраргументом, ну, то есть против теории вероятности. Ну, действительно, а сколько раз надо бросить монетку, чтобы, наконец-то, и получилась одна-вторая. Вот. На самом деле, просто в 19 веке вероятности, скажем так, были не особо, ну, важны, что ли, для общества. Хотя, на самом деле, это, может быть, и не точная вот формула, но она способна нам помогать в предварительной оценке событий. Мы сталкиваемся с вероятностями постоянно, но мало кто, естественно, задумывается о том, как правильно там рассчитать эту самую вероятность. Ну, скажем, даже в прогнозе погоды пишут, вероятность дождя 90%. Это не значит, что, и вообще даже сложно понять, что в 9 из 10 случаев пойдет дождь. Нет, это, ну, такая статистическая оценка. И, глядя на эту цифру, вы, конечно, не будете проверять, с какой именно вероятностью пойдет в итоге дождь, оправдается ли этот прогноз. Но это число вам поможет понять, что сегодня надо взять с собой зонт, ну, или надеть какую-нибудь там непромокаемую куртку с капюшоном. Вот, когда теория вероятности приходит на помощь. И, по-моему, это скорее здорово, чем нет, потому что, ну, такая реальная помощь в обычной повседневной такой вот жизни. Вот, примеров масса может быть у теории вероятности. Естественно, задачи этой теории делятся на простые, сложные и очень сложные. И основная сложность заключается в том, чтобы, глядя на очередную задачу, понять, каким именно способом высчитывать вероятность. Вот эта вот формула помогает нам тогда, когда нужно выяснить вероятность одного какого-то события. Ну, вот, скажем, первая задача. В чемпионате по гимнастике участвуют 20, вы не поверите, гимнасток. Вот их 20. 8, говорят, из России. 7 из США. А остальные, задание со звездочкой, остальные, значит, 5. Из Китая. Просят найти вероятность. Значит, ну, тут порядок выступления определяется. Этих самых гимнасток. И он определяется жеребием. Надо найти вероятность того, что спортсменка, выступающая последней, окажется из Китая. И вот эта задача простая. Потому что, пользуясь формулой Лапласа, мы понимаем, что количество нужных нам событий, вариантов, это 5. А количество всех вариантов, это 20. Ну, действительно, на последнее место в очереди будет претендовать 20 спортсменок. Так или иначе. Из этих 20 спортсменок нам надо, чтобы хоть хотя бы одна из пяти китайских спортсменок определилась жеребием. Так мы понимаем, что вероятность стала 0,25, ну, или 25%. В, так сказать, высшей математике в проценты уже никто не переводит, потому что это, ну, как бы, очевидно. Но будьте внимательны. В школьных задачах, если спрашивают найти вероятность, то, скорее всего, в процентах. Вот. Здесь особых затруднений возникнуть не может. Но все начинает меняться, когда событий становятся больше. Ну, я имею в виду, когда здесь, понимаете, даже второго варианта не дано. То есть китайская спортсменка либо будет последней, либо не будет последней. Поэтому мы и пользуемся этой формулой. Кстати, важно сказать, что, ну, вот в такой замкнутой системе, то есть когда, вот я говорю, либо будет, либо не будет участвовать вот эта спортсменка, ну, вернее, выступать последней, мы определили, что она, ну, китайская спортсменка, будет с вероятностью одна четверть, ну, или пять двадцатых, что она будет последней. Соответственно, как определить, а с какой вероятностью будет не китайская спортсменка? Поскольку это одна и та же задача, только как бы перевернутый вопрос по смыслу, то здесь мы с вами и уясняем, что вероятность событий в замкнутой системе суммарно равна единице. Поэтому, если с вероятностью одна четверть или 25% последней спортсменка окажется китайская спортсменка, то это значит, с какой-то вероятностью окажется не китайская спортсменка. И решать нехитрое уравнение мы получаем, что х равен три четверти или 75%. Ну, то есть вот эта вот прямая задача и обратная задача суммарно имеют вероятность единицы. Это тоже важно понимать, что не будет здесь, скажем, 80%, потому что суммарная вероятность 105%. Ну, следующая задача чисто для разминки. Ученика попросили назвать число от единицы до 100. Случайно выбрать. Какова вероятность того, что он назовет число кратное 5? То есть он какое-то число назвал, оно должно быть кратно 5. Тоже простая задача, тоже формула Лапласа. Нам надо посчитать все числа, которые кратны 5 в этом интервале, и поделить на количество всех чисел, то есть на 100. Но каждое пятое число, понятное дело, будет кратно 5. 5, 10, 15, 20. А значит, уже понятно, какая вероятность. 1,5. Понятно, от чего говорю, господа. В принципе, если сейчас непонятно, то это будет немножко странно, но... Такое базовое определение. Базовое понимание теории вероятности. Итак, значит, когда задача усложняется, важно, важно не стесняться перебирать варианты. Ну вот, скажем, здесь, вот, в только что озвученной задаче, показалось вам, что сложно определить, сколько этих самых чисел, которые кратны 5. Выпишите их в столбик, посчитайте, если волнуетесь. Ну, короче, главное четко определить, сколько их. Вот, например, следующая задача, она, ну, как бы предназначена для перебора. А, есть вопрос, почему не 1,20? Ну, если каждое пятое число, кратное 5, а всего чисел 100, значит, чисел кратных 5, их 20. Значит, подходящих, нужных нам чисел 20, а всего 100. 20 делить на 100, это 1,5. Кивните, если поняли. Итак, следующая задача такая. Бросают монету 3 раза. 3 раза. Вопрос задач. С какой вероятностью выпадет 2 орла и, ну, соответственно, 1 решка? Ну, вот, задачи уже сложнее. Надо рассмотреть все варианты. Тут, конечно, возникает вопрос, какие это все. Берем, кидаем первую монету, ну, с какой вероятностью там выпадет то, что нам надо. Ну, допустим, мы хотим, чтобы выпал орел. С вероятностью 1,2. Бросаем второй раз, хотим опять, чтобы выпал орел. Опять 1,2. Бросаем третий раз и хотим, чтобы третий раз выпала решка. Вероятность опять 1,2. Эти события называются, кстати, это мы сегодня тоже затрагиваем, это уже как бы одна из теорем, базовых теорем теории вероятности, называется независимыми. Ну, и действительно, второй бросок не зависит от первого, ну, никоим образом. В этом случае вероятности надо перемножать. Об этом чуть позднее, но сейчас главное уяснить, что это не так в этой задаче, что это не метод решения. Почему? Потому что эти самые вот события, они могут быть, они могут произойти в другом порядке. Ну, действительно, первая монетка же может выпасть и решкой, может, с той же вероятностью 1,2. И нам подойдет этот вариант. Поэтому вот из этих перестановок надо перебрать все возможные варианты. Что значит все возможные варианты? Вот прям я показываю, ну, я бы так не решал сам, а как бы это в голове прикинул, но дабы придать вам уверенности, что это нормально, вот взять и рассматривать все варианты. По сути, эта задача равносильно одновременному броску трех монет, по сути. Какие могут быть варианты? Могут выпасть три орла. Может выпасть решка, орел, орел. Может выпасть решка, решка, орел. Может выпасть решка, решка, решка. Есть ли еще варианты? Ну, конечно, есть. Может выпасть орел, решка, орел. Может выпасть Орел, Орел, Решка. Вот это как раз перестановки. Может выпасть Решка, Орел, Решка. Так, какой еще вариант я не рассмотрел? Если у меня не глючат, это Орел, Решка и Решка. Не было такого варианта? Не было такого варианта. Вот. Стандартный вариант, Ребро. Итак, вот они, 8 вариантов. Больше не дано. И теперь из этих вариантов нам надо выбрать подходящие. То есть, когда у нас два Орла и одна Решка. Вот этот вариант. Вот. И вот. Вот, видите, господа, спокойно расписали такую табличку. Твердо уверены, что никаких других вариантов нет в целом, что их 8. Потом внимательно посмотрели, отобрали нужные. Ну и, наконец, поделили нужные на общее число возможных событий. Вероятность составила 3 восьмых. Ну или если в процентах, ну точнее в десятичной дроби, 0,375. Вот смотрите, как бы становится понятно, понятно же, да, что говорю? Ну тут все варианты расписали, как есть и все. Становится понятным, зачем теория вероятности в том числе. Вот взяли вы с кем-то поспорили, что бросите вы три раза монетку и выпадет два Орла и одна Решка. Можно, конечно, просто полагаться на удачу, а можно прикинуть вероятность. Вот глядя на эту вероятность, стоит вписываться в конкретный спор или нет? Ответ на этот вопрос не очевиден, потому что смотря с чем сравнивать. Скажем, если бы вы поспорили, что вы, не знаю, 10 раз бросите монету, и там 8 раз будет Решка, и там 2 раза Орел, и вы считаете вероятность вот этого исхода, вы увидите, что вероятность 37,5% весьма себе неплохая вероятность. Вопрос в сравнении с чем? Вот, в теории игр, естественно, ну это так и зря это, наверное, называют теорией игр, это, наверное, теория здравого смысла, лучше так сказать, оценивают, так сказать, вес ставки. Потому что поставить, допустим, по нынешним расценкам, там, 1 доллар на исход такого спора, не страшно. Для одного доллара это большая вероятность. Доллар потерять не страшно, а хотя это, кстати, тоже относительно для кого-то, может, и страшно. Вот, а на такой результат ставить, там, не знаю, дом достаточно опасно, потому что вероятность ниже 50% даже. То есть это ниже, вероятность ниже события, вот да или нет, когда мы просто подбрасываем монетку. Вот, теория вероятности, естественно, вот как раз подобным способом находит свое применение в игре покер, где как раз профессиональные игроки сидят, они видят, что лежит на столе, видят свои карты и высчитывают нон-стопом, высчитывают вероятности. Причем это делается не так уж и просто. То есть им надо учесть и вероятность того, какие именно карты есть у другого игрока, имеется в виду, какие карты у него есть и, как следствие, какие комбинации у него могут получиться с картами, лежащими на столе. Вы знаете, в покере выбирается, ну, в классическом покере, комбинация из пяти, как бы, сильнейших карт. И вот они сидят и думают о том, там, не знаю, видят свою комбинацию, знают, что старше, ну, моей комбинации есть только четыре комбинации. Ага, какие карты нужны, чтобы сложились эти четыре комбинации? Там может оказаться, что для более старшей комбинации нужно, подходят не только, там, не знаю, две карты, а, например, ну, там, не знаю, 20 карт. Вероятность большая, ну, что какие-то две карты из 20 нужных у человека на руках. Ну, и, соответственно, так вот оценивают. Это не ключ к, как бы, стопроцентному результату, это вот оценка веса. То есть в зависимости от вот этой вероятности человек, ну, соперник, он будет ставить либо большую ставку, либо маленькую. Ну, и, например, вы так прикинули вероятность, что вот у этого игрока, там, не знаю, с вероятностью 6%, это хорошая вероятность, может быть комбинация старше вашей. И тут он делает ставку в 10 раз больше, чем вы. И вы такие, ну, одно с другим как бы стыкуется. Ну, естественно, там есть понятие блефа, вот, но она тоже отталкивается от вероятности. Опять же, если человек неопытный блефует, а профессиональный игрок прикинул вероятность и понимает, что более старшая комбинация на руках у соперника будет только с вероятностью 0,01%, то он понимает, что, ну, попахивает блефом, скорее всего. Ну, вот я, Тимур, примерно об этом и говорю, что вероятность рассчитывается более сложным образом, потому что могут быть всевозможные перестановки еще внутри одного и того же события. Ну, образно, какая-нибудь комбинация типа сет, да, это три карты одного номинала, если на столе лежит пять разных карт, то вероятность сета весьма себе большая, потому что может быть сет из первой карты, если у кого-то на руках пара, так ее называют, карманная, может быть сет со второй, с третьей, с четвертой, то есть пять сетов вообще может быть. Вот. Короче, по покеру есть вот такие вот книги, которые как раз рассказывают, как это вот все дело происходит. Там еще и зависит от того, сколько людей сидит за столом, какая, ну, собственно, какой этап игры сейчас идет, какое количество фишек на руках, как соотносятся ставки. Ну, короче, те, кто думают, что покер – это игра нервов и все, нет. Это, конечно, элемент игры такой, делающий ее захватывающе. Если вы посмотрите на ютубе, там самые яркие моменты покерных чемпионатов, там, конечно, какие-то сумасшедшие решения, и даже в голову не придет мысль о том, что эти люди еще что-то там считают. Не-не, они вот прям считают. Так, я хотел этим примером показать вам, что не надо бояться расписывать все варианты. Надеюсь, вы больше не боитесь. Так, следующая задача. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Две кости. Найдите кости – это кубики шестигранные, да, ну, на любой кубик шестигранный, на каждой грани цифр, ну, точек или цифрка состоит от одного до шести. Итак, бросили две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет восемь очков. Вот все непременно восемь. Итак, формула Лапласа, да, с нами, P равно M делить на N. Две кости, восемь очков. Для начала прикидываем количество вариантов в целом. Этих самых вариантов, ну, то есть на первом кубике может быть шесть разных вариантов, и на втором шесть. Соответственно, к каждому варианту на первом кубике, с каждым вариантом на первом кубике, может выпасть любой вариант из шести на втором кубике. Соответственно, всего случаев N становится шесть в квадрате, шесть на шесть, то есть тридцать шесть. А теперь мы прикидываем, сколько подходящих нам. Итак, из суммирования чисел из набора от одного до шести на двух кубиках нам подходят варианты два, шесть, три, пять и четыре, четыре. Здесь многие могут остановиться, а зря, потому что перестановки в этой системе легко могут произойти. Тогда на первом кубике пять, на втором три, и, наконец, на первом кубике шесть, на втором два. Есть ли еще варианты? Нету. Вот их всего пять. Спокойно расписали, подставили. Получили пять тридцать шестых. Опять же, будьте осторожны. Если просят найти вероятность в процентах, надо перевести обычную дробь в десятичную. Делается это без калькулятора в столбик, напоминаю. А надо напоминать, как в столбик переводить обычную дробь в десятичную. Ну, вообще, это было бы странновато, но все-таки в старшей школе. Для тех, кто сейчас услышал непонятный для него вопрос, озаботьтесь ответом на него. Вбейте в Google, как перевести обычную дробь в десятичную. Пригодится. Так, мы переходим к... Ну, на мой взгляд, приятному типу задач. Как и обещано, это независимые события. Задача звучит следующим образом. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,9. Соответственно, промахивается он с вероятностью 0,1, то есть 10%. Вопрос задачи очевиден. Найти вероятность того, что он попадет в цель четыре раза подряд. Что же делать? Во-первых, важно почувствовать, что все четыре выстрела, они, ну, с точки зрения теории вероятности, независимы. Хотя на самом деле в реальной жизни есть еще психологический фактор. Ну, потому что, представьте, что это, не знаю, чемпионат какой-то, и вот перед стрелком стоит задача всенепременно четыре раза попасть, иначе он, не знаю, не выиграет этот турнир. Тогда он первый раз стреляет, и он еще расслаблен. Ну, то есть перед ним как бы задача, которую он либо решит, либо нет. И он попадает. Он такой, да, успех. Теперь надо второй раз попасть. Второй раз попадает. И вот уже начинает напрягаться, потому что как бы вес ошибки, цена ошибки растет. Но мы говорим только о такой строгой теории вероятности, не зависящей от человеческого фактора. И это нормально. Ну, то есть, подходя к какой-то задаче, вполне себе, вот видите, жизненной, гораздо лучше ведь понимать, с какой вероятностью, ну, благоприятный исход, а с какой неблагоприятный. Это первое, что надо понять, что эти события независимы, совершенно независимы. Второе, что надо понять, чем больше событий в системе, тем вероятность их благоприятного исхода, суммарная, всенепременно уменьшается. То есть, если вы решали задачу, где вас спрашивали, с какой вероятностью вы там, ну, не знаю, случится 8 событий, и у вас получилась вероятность большая, чем вероятность одного этого события, вот одного из 8, это значит, вы что-то не то сделали. Не может расти вероятность при увеличении количества вот этих вот событий. Для того, чтобы, ну, короче, когда события независимы, вероятность высчитывается произведением. То есть, вероятность вот этих вот четырех событий, ну, назовем их там альфа-1, альфа-2, альфа-3, это все выстрелы альфа-4, есть произведение вероятности каждого события. Ну, значит, надо перемножить, получится число 0, 65, 91, ой, 61. Вот, яркий пример, какой, базовый такой пример. Видите, один выстрел имеет хорошую вероятность, но по-прежнему, да, никто не говорит, что всенепременно случится попадание, но вероятность высока. Вот четыре выстрела подряд, и, видите, десятичная дробь уменьшилась относительно вот этой вот изначальной. То есть, вероятность умеет, ну, как сказать, убывает. Если бы в задаче спрашивалось, там, не знаю, 20 выстрелов он должен попасть, это событие, безусловно, вот хорошее слово, редкое, более редкое, поэтому вероятность была бы еще ниже. Почему именно перемножаются вероятности? Почему, не знаю, там, не складываются? Ну, знаете, есть какие-то такие совсем интуитивные методы. Если вы видите, что при сложении, вернее, при манипуляции с вероятностями получается вероятность больше единицы, значит, точно что-то идет не так. Поэтому здесь, допустим, складывать точно не получится. Для того, чтобы понять, почему, ну, так, явно понять, почему при расчете вероятности независимых событий вероятности перемножаются. Есть хороший пример с лабиринтом. Ну, я, наверное, не буду рисовать лабиринт, чисто словесно, по-моему, можно понять, почему так происходит. Итак, вы попали в лабиринт, вам надо выйти из него. Лабиринт, ну, самый такой простой, основан на том, что вот вы идете, там, не знаю, в какой-нибудь коридор этого лабиринта, и у вас перед вами возникает развилка, ну, направо или налево. Вы не знаете, куда идти. С какой вероятностью вы выберете правильный путь? С вероятностью одна вторая. Либо туда, либо сюда. Повернули. Через некоторое время перед вами снова развилка. И вам опять надо угадать, направо или налево. То есть, более того, да, вы должны понимать, что, может, вы на первой развилке ошиблись. Этого никто не отрицает. Мы говорим только о вероятности. На второй развилке опять одна вторая. На третий опять одна вторая. А что вообще в принципе, в целом, произошло при прохождении этих трех развилок? Сколько всего вариантов у вас было? Ну, на первой развилке два варианта. Дальше. Куда бы вы ни повернули, там возникнет еще два варианта. Итого два изначальных варианта. По два варианта дальше. То есть, итого это четыре. И, наконец, потом опять выбор туда или сюда. Итого восемь вариантов. Иными словами, эта задача равносильно тому, что вам нужно из восьми закрытых дверей выбрать правильно. Потому что путь выхода из такого, ну, самого простого классического лабиринта, он только один. Вот. Поэтому задача аналогична. Вот они и перемножаются. Чтобы получилось одна восьмая. Если, повторюсь, учесть, что лабиринт, ну, вот такой простой. Как вы понимаете, очень легко сделать лабиринт, где перед вами будет не развилка налево или направо, а, например, перекресток там с четырьмя коридорами. Тогда у вас вероятность будет еще больше убывать. Выход из классических лабиринтов на всякий случай. Может, кто знает. Ну, вдруг, вдруг в лабиринт попадете. Как выйти, по идее, из любого лабиринта? Там какие-то, я помню, что-то такой запомнил отдаленно, что есть лабиринты, в которых это правило не работает. Но... Сейчас сходу, наверное, не вспомню. Итак, если вы попали в лабиринт, то выйти из него можно, если держаться правой рукой за стену. То есть прикоснулись к стене и пошли. Как вы понимаете, лабиринт – это какое-то замкнутое такое пространство, ограниченное стенами со всех сторон. А значит, вы будете выписывать вот так вот вдоль этих всех стен, перегородок, кренделя. Но в конечном счете выйдете. То есть это как идти, то есть представлять лабиринт, как вот такое вот разорванное кольцо. Вот сюда вот вы вошли, здесь что только нету там. Какие-то стены, сплошные стены. Вот там так, так. Схематическая изобретания, наскальная живопись. Вот сюда вошли, и понимаете, вот как бы здесь не были там стены вот сделаны, вы, прикасаясь как бы все время правой рукой к стене, будете идти аналогично движению вдоль окружности. Рано или поздно, держась правой рукой за стену, выйдете из лабиринта. Имейте в виду, вдруг пригодится. Ну так, а что значит, если стены не соединены, они обязаны быть соединены? Если они не соединены, то это, простите, выход, если разрыв в стене. Вот я как раз пытался рисовать стену. Вот всякие загогулины такие вот в этом лабиринте выполнены. Поэтому, ну, ваш путь просто будет гораздо длиннее, чем если идти просто вдоль такой стены окружности. Поэтому метод работает. У меня, помнится, был в каком-то торговом центре, в каком-то городе, он что-то был настолько странно как-то сделан, этот центр, что я там заблудился и на полном серьезе пошел держась правой рукой за витрины, чтобы найти выход оттуда. Помогло. Ну, я, естественно, не все это грязной рукой вел по чистым витринам, а просто все время смотрел на стену справа от меня. Ну, через некоторое время нашел выход. Вот. Итак, это были независимые события. При расчете вероятности которых вероятности каждого события в отдельности перемножаются. Кстати, в подобной задаче с выстрелами может быть и более такая, ну, как бы, комбинированная задача. Там могут спросить, с какой вероятностью будет три попадания и один промах. Тогда мы все равно, это все равно события независимые, мы все равно перемножаем вероятности. Но только где-то среди них вкрадывается теперь вероятность 0,1, то есть вероятность обратного события к попаданию. Вот. Имейте в виду. Специально, значит, взял еще задачу, дабы предупредить вас, что бывает несколько ответов к одной задаче. Бывает такое. С этим надо быть осторожным. Ну, в тестовом формате такого, наверное, не будет, а если это какая-то контрольная, то вполне. Иногда бывают задачи недостаточной информации для того, чтобы оценить вероятность, ну, вот, чтобы получить такой один ответ четкий и незаменимый. Итак, задача такая. Есть колода, ну, естественно, колода, в которой 36 карт. Надо... из нее последовательно извлекаются две карты. Две карты. Последовательно. Потому что, если одновременно, то это вроде как другая задача. Итак, найти вероятность того, что вторая карта окажется червой. Вторая карта черва. Скажите, пожалуйста, а почему здесь вообще тогда может быть два ответа? Неужели мы не можем осознать, с какой вероятностью вполне конкретная карта? То есть, где здесь пробел в информации? Чего нам не хватило? Уже... не хватает. Ну, то есть, казалось бы, вынули какую-то карту, сколько червей в колоде мы знаем, делим это количество на количество карт в целом, да и все. Все. Это вопрос, не риторический. Почему формулы Лапласа не воспользоваться вот так вот? Раз и воспользовались. Вроде все известно, сколько червей в колоде известно, сколько кар в колоде тоже известно. Вот была бы у нас задача, с какой вероятностью вы можно вытащить из колоды черву одну. Червей 9, ну, собственно, каждый мастер в колоде 36 карт по 9 штук. Значит, вероятность 1,4. Чем эта задача отличается? Вот там. Первая карта тоже может быть червой. Вот два варианта ответа. Вот если бы нам сказали, какая первая карта, тогда один вариант. Но мне сказали, поэтому ответов здесь будет две. Итак, если вынули первой карты черву, то тогда их в колоде осталось 8. И вероятность извлечения второй червы подряд будет 8,35. Потому что в колоде после вынимания первой карты осталось на одну меньше. Если вторая карта, если первая карта не черва, то тогда очевидно их там по-прежнему осталось 9, а значит вероятность 9,35. Вот. Значит, эта задача была посвящена тому, что будьте бдительны, условий задачи может не хватать. поэтому вполне можно получать и диапазон вообще ответов. Набор чисел. Так, следующая задача. В кармане у Пети, это важно, было две монеты по 5 рублей, и 4 монеты на 10 рублей. Значит, что сделал Петя совершенно безрассудно? Он, не глядя, переложил какие-то три монеты в другой карман. То есть, вот это все добро в кармане лежало, он переложил в другой три каких-то монеты. Непонятно, какие-то. просят найти вероятность того, что 5-рублевые монеты, вот их две штуки, теперь в разных карманах. схематические условия задачи решаем. Пишу. Итак, эта задача также достаточно удобно решается перебором вариантов. Как эти самые варианты рассмотреть? Потому что их тут все-таки, наверное, много, правильно? Нужно составить все возможные комбинации. Нужно составить. для того, чтобы не запутаться, где, какие монеты, мы просто обозначим эти шесть монет цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где 1 и 2, мы запомним, это как раз 5-рублевые монеты. Что здесь является нужными нам вариантами? Ну, все варианты, где цифры 1 и 2 будут разнесены по разным наборам. Раз переложили три монеты в другой карман, значит, их теперь в каждом кармане по три штуки, ведь изначально их было шесть. Соответственно, нам надо понять все варианты, как могут разделиться цифры от одного до шести по двум, так сказать, кучкам, каждая из которых включает в себя три цифры. Чтобы, опять же, не запутаться, лучше эти комбинации располагать по возрастанию. 123, 124, 125, 126, ну, прям по очереди. 134, 135, я, естественно, да, 134, 135, 136, 136, вот как вы думаете, надо мне писать вот в этом наборе 132? hé, да, она, как вы знаете, вот в этом наборе, господа вопрос надо ли мне писать число 132 по идее по возрастанию она сначала тут должно быть а не 134 почему правильно говорите действительно чем отличается 132 в данной задачи от 123 это одни и те же три монеты в одном и том же кармане вы правы значит это все комбинации начинающиеся на единицу кажется что господи перед нами еще океан вариантов на самом деле нет переходим к числу 2 2 3 4 2 3 5 2 3 6 теперь 2 4 5 2 4 6 и наконец 2 5 6 на тройку 3 4 5 3 4 6 и 3 5 6 ну и последнее непрекаянное число это 4 5 6 вот и все вот и все варианты не так много остальные перестановки будут повторять вот этот пример с числом 123 и 132 это уже будет просто перестановка внутри выбранной комбинации и так сколько их тут 4 6 6 и 4 то есть 20 вариантов всего какие же нам подходят напоминаю нам надо найти вероятность того что 5 рублевые монеты то есть обозначенные цифрами 1 и 2 находится в разных карманах нам нужны все комбинации где нет в одной кучке фишек ну то есть вот этих вот номеров 1 и 2 причем причем что важно понять что нам ну вот эти варианты вот эти сразу не подходят здесь 1 и 2 в одной кучке но нам не подходят и те варианты где нет и не и единицы и двойки одновременно но представьте вот комбинации 456 это мы же бы переложили три монеты в другой карман а потом смотрим на эти три монеты мы там можем увидеть и как две 5 рублевые монеты в этом самом кармане так и увидеть вообще отсутствие 5 рублевых монет в этом кармане а это будет означать что в первом кармане откуда вынимали три монеты остались обе 5 рублевые поэтому нам надо чтобы вот в этих вот выписанных вариантах того что оказалось в одном кармане после перекладывания присутствовала обязательно или единица или двойка но ни в коем случае не одновременно и ни в коем случае обе оба числа не нет не должны отсутствовать и так нам подходят все вот эти варианты там же здесь есть единица нам подходят все вот эти варианты потому что везде есть двойка не подходят эти варианты в них нет единицы и двойки но и вот эти я уже говорил все остается посчитать вот эти два набора чисел 12 там чисел и того вероятность составляет 12,20. То есть весьма высокая вероятность. 60 процентов. Переводим в десятичный дробь. Получаем 60 сотых. Ну или можно было сразу 60. Вот. Казалось бы, вроде такая, так сказать, условие, которое не пахнет высокой вероятностью, окажется вполне себе. Ну что же, вот, что я вам сегодня хотел нашей прямой встречи рассказать. Это два самых распространенных типа задач в школьной теории вероятности. Это вероятность просто какого-то события, то есть по формуле Лапласа находится. И вот эти вот независимые события, когда вероятности перемножаются. Ну и кроме того, вот этот факт, что есть обратные события, когда нужно из единицы вычесть данную вероятность. пользуйтесь этими знаниями. Ну и, собственно, благодарю вас в этот раз уже не за урок, а за целый год. И желаю вам грандиозных успехов. Если когда-нибудь увидите меня, обязательно махните, остановите. Хочется хоть на кого-нибудь из вас посмотреть вживую. Надеюсь, что наши встречи были для вас хоть сколько-то полезными. Мне нравится, нравилось то, что происходило. Мне было любопытно. Вот Ольга Николаевна кричит, что будет еще одна встреча. Она не будет онлайн. Она будет заснята и отправлена. Да, я там, конечно, вам еще раз помашу ручкой, но в чате мы уже не увидимся. Да, благодарю вас, особенно тех, кто откликался на общение в чате. Местами у нас было вполне весело. Любите математику. Я надеюсь, что самое главное, что вы вынесли из наших встреч, это то, что математика – это красиво, математика – это интересно и, самое главное, нужное. Надеюсь, у вас не осталось впечатления вот этого такого клишированного впечатления стандартного, мол, зачем нам это все надо. Надо, господа, для того, чтобы, напомню вам, быть образованными людьми. А образованный человек счастлив от очень интересных вещей в жизни. Чего я вам и... Да-да-да, были и боснийские террористы. Чего так не было. Спасибо вам и огромной удачи. Всего доброго.